Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Михаил Ковалев, старший государственный инспектор отдела ветеринарного контроля и надзора. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем, наверное, с самого общего вопроса. Чем же у нас занимается отдел ветеринарного контроля и надзора? Отдел ветеринарного контроля и надзора, управление Россельхознадзора по Рязанской области, он организует контроль, надзор за соблюдением требований законодательства в закрепленной сфере деятельности, в том числе за соблюдением законодательства ветеринарного и иных нормативно-правовых актов, которые обязательны к исполнению юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе и гражданами, при содержании, разведении, реализации живых животных, продукции, животноводства. Кроме того, соблюдение порядка оформления ветеринарно-сопроводительных документов, которые выдают органы исполнительной власти субъекта ветеринарии. Также у нас это проведение установленных противоэпизотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, которые направлены на охрану территории и безопасность распространения особо опасных болезней животных. А задачами же, в принципе, нашего отдела является контроль за выполнением требований ветеринарного законодательства при ввозе, хранении, производстве, переработке и выпуском в реализацию продукции животноводства. И не допущение нарушения в дальнейшем данными хозяйствами субъектами. Моментом еще, основной задачей является у нас это предупреждение, пресечение, выявление нарушений, которые обязательны для исполнения в том числе юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами. Но это больше такая сидячая работа, выездная, рейдовая, с проверками со всеми? У нас работа, она очень интересная, своеобразная, то есть постоянно в кабинете не будешь находиться, потому что подразумевает работа нашего выездного характера. И чаще всего приходится выезжать у нас по всей области, во всех районах, в зависимости от вида мероприятий, которые мы проводим, выезжают инспектора с целью проверок проведения, с целью проведения каких-то иных контрольно-надзорных мероприятий или с целью профилактических визитов, опять же таки. О них мы с вами поговорим попозже чуть-чуть. То есть работа интересная, приходится общаться как с людьми, которыми занимаются содержанием, разведением животных, с людьми, которыми занимаются убоем, переработкой продукции животноводства и простыми гражданами, которые точно так же имеют в лично подсобном хозяйстве животных или какой-то иным видом деятельности занимаются. С каждым приходится разговаривать в индивидуальной форме, в индивидуальной беседе, разъяснять законодательство, требования или принимать меры в соответствии с законодательством нашей Российской Федерации. А вот тогда можем мы с вами подвести итоги 2022 года, сколько было таких рейдовых мероприятий и в целом итоги года? В целом пусть это будет какая-то сухая статистика, но опять же таки обращусь к цифрам, на память так не вспомню. По итогам 2022 года у нас было проведено более тысячи контрольных надзорных мероприятий, было выявлено более 200 нарушений и составлено более 190 административных правонарушений. По итогам этих протоколов были вынесены постановления, наложено штрафов на общую сумму более 5,5 миллионов рублей. Кроме того, хотелось бы сказать, что не только у нас имеется административное наказание, было объявлено более 2000 предостережений и проведено более 6000 профилактических мероприятий. Даже по итогам, если мы говорим итоги 2022 года, по сравнению с тем предыдущим годом, то именно выросли по количественным, качественным показателям прирост продукции животноводства. То есть в соответствии с процентным содержанием у нас мясомолочной продукции птицеводства, все в процентном содержании у нас выросли показатели по Рязанской области. Ну а если говорить о промежуточных итогах за 2023 год, есть ли они и давайте поговорим о них. Ну по итогам 2023 года могу сказать, наверное, подытожить за первый квартал 2023 года. Опять же таки в настоящее время у нас были такие цифры, как было проведено у нас около 400 контрольно-надзорных мероприятий. Были привлечены хозяйящие субъекты к административной ответственности по результатам тех или иных контрольно-надзорных мероприятий с вынесением административных штрафов на общую сумму более 330 тысяч рублей. Но при этом нами проведено уже за первый квартал более 1900 профилактических мероприятий. В принципе, данная статистика на сегодня день такая. А расскажите вот об этих рейдовых мероприятиях и профилактических, то есть как это работает? Это обращение граждан, это какие-то плановые мероприятия, которые вы проводите, как это работает? У нас с сотрудниками управления, то есть будем называть правильными вещами своими, контрольно-надзорные мероприятия, которые в свою очередь делятся на определенные виды. Это, как есть, плановые проверки, внеплановые выездные проверки. У нас есть выездные обследования без взаимодействия с хозяйящими субъектами. И самый распространенный, который сейчас проводится управлением, сотрудниками, это профилактические визиты. На них я бы хотел, наверное, более подробно остановиться, потому что проводим профилактику предотвращения правонарушений с хозяйящими субъектами. В ходе профилактических визитов нам с сотрудниками даются какие-то либо разъяснения законодательства, рекомендации, квалифицированные ответы, поступившие вопросы от хозяйящего субъекта, от лица, с кем проводится профилактический визит. Хотелось бы сказать, что профилактический визит, он направлен на повышение уровня осведомленности, обязательных требований, которые предъявляются к деятельности хозяйящего субъекта. И хотелось бы, чтобы данные профилактические визиты стимулировали добросовестное отношение к ведению всеми хозяйящими субъектами их деятельности и устранение причин, факторов, способных привести к их нарушению. То есть в данном случае проводится профилактический визит, разъясняется, рекомендуется, проверяется, все это в устной форме, актом профилактический визит фиксируется. И в дальнейшем надеемся, что у хозяйящего субъекта не будет возникать. А если возникает, то можно провести повторные профилактические визиты для недопущения нарушений в будущем. То есть сейчас практика такая именно, практика проведения контрольно-надзорных мероприятий. Стараемся в большей степени это делать. Но вот во время контрольно-надзорных мероприятий это делает только ваше управление или вы совместно с другими службами проводите такие мероприятия? Как сами, так в принципе приходится регулярно взаимодействовать у нас с органами правоохранительных, с органами прокуратуры, с сотрудниками ветеринарной службы, муниципальными ведомствами. Потому что в зависимости от вида мероприятий, в зависимости от того, что будет проводиться, мы можем как совместно, так и отдельно, или же в рамках межведомственного взаимодействия. Есть в Рязани такое, да и не только в Рязани, конечно, но раз мы здесь, то давайте на этом сосредоточимся. Такая вещь, как ярмарки выходного дня. Бывали ли у вас контрольно-профилактические мероприятия там? То есть какие итоги, может быть, тоже уже есть, о которых можем рассказать? Ну вообще ярмарки выходного дня, то есть на регулярной основе у нас проводится деятельность по пресечению несанкционированного перемещения, неправомерной реализации как живых животных, так и продукции животноводства. Не только на ярмарках выходного дня, но и на рынках, на местах несанкционированной торговли. То есть, в принципе, сотрудниками у нас же проходятся ярмарки выходного дня каждую субботу в городе Рязани. Ну и в принципе, стараемся не только проконтролировать наши городские ярмарки, но и выезжаем на ярмарки выходного дня, рынки, которые организуются именно выходной день, в районы области. И там смотрим ситуацию от того, что происходит, для того, чтобы все-таки эпизотическая ситуация такая была у нас спокойная. И не только эпизотическая, если мы говорим о живых животных, но и продовольственная безопасность, чтобы пищевая продукция, которая покупалась, наверное, гражданами, была безопасна. Ну вот, меня как рядового гражданина, да и, наверное, всех зрителей сейчас интересует другой вопрос, а находят ли какие-то там нарушения или нет? Ну, в принципе, нарушения бывают, нарушения находятся. Принимаем в соответствии с законодательством те или иные меры в отношении граждан, индивидуальных, юридических лиц. В настоящее время, опять же-таки, для того, чтобы снизить нагрузку на хозяйственный субъект, в условии того, что если у нас отсутствует какая-либо угроза жизни, здоровья человеку, тогда и меры принимаются соответствующие. То есть, мы можем объявить предостережение для недопущения нарушений каких-либо. В случае же, если такая угроза имеется, в настоящее время мы руководствуемся определенными нормативными правовыми актами, которые при условии согласования с органами прокуратуры организуется тогда внеплановая выездная проверка. И в данном случае, при повторном нарушении, уже будет привлекаться человек или юридическое лицо индивидуальное предпринимательство к административной ответственности. С последующими, со всеми вытекающими выводами. Можете ли вы дать нам совет, нам и нашим телезрителям, как вот на таких ярмарках, да и не только на ярмарках, выбрать хороший, качественный продукт? Может быть, есть какие-то готовые рекомендации такие? Ну, как бы я бы посоветовал, наверное, в первую очередь, знаете, что опасно покупать продукцию на уличных лотках, в местах несанкционированной торговли, вдоль дорог, в машинах бывает часто продают, да, потому что, как правило, у таких продавцов отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие безопасность продукции. У нас чаще всего говорят, это все мое, домашнее, но подтвердить в настоящее время они этим никак не смогут, вот, и тогда покупка может омрачить дальнейшее там употребление данной продукции, да. Покупайте продукцию в магазинах рынка города, в стационарных местах торговли, ярмарках выходного дня, где у продавца имеется накладная на товар, где у него имеются ветеринарные сопроводительные документы. Хотелось бы, да, сказать отдельно об этом, да, что имеется система такая, Меркурий, где заносятся все ветеринарные сопроводительные документы на всю продукцию животноводческого происхождения. И вы вправе, будь то на рынке или на ярмарке выходного дня, в принципе, потребовать, предъявить у продавца данный документ. Потому что ветеринарный сопроводительный документ, он в первую очередь гарантирует как безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продукции, будь то мясо, рыба, молоко, яйца, мед, да, тем самым понимать, что данный продукт сертифицирован, безопасен, и при покупке его, как бы, имеется точно надежный этот будет продукт. Вот. Если же мы говорим, опять же-таки, при выборе уже какой-то продукции, каждому, конечно, виду продукции, мясо, рыба, молоко, свои какие-то моменты. Но если общие мы определим, то в первую очередь изучите, наверное, маркировку продукции. Мы как потребители при покупке товара всегда, смотрите, производителя, кто является он, имеются ли условия хранения на виде продукции, да. То есть, чаще всего бывает, что выложат на лотки в условиях нашей сейчас жары без соблюдения каких-либо температурных режимов, а температурный режим у нас всегда влияет на развитие патогенной, условно-патогенной микрофлоры, что может потом негативно сказаться уже на употреблении данного товара. Температурный режим. Второй момент – это, наверное, условия срока годности, вот, чтобы понимание, да, как давно произведен товар, сколько он годен, до какого времени. И, опять же-таки, при вопросе ветеринарных документов, да, то есть, вы всегда можете сличить маркировку с ветеринарным документом, чтобы понимать, что это именно тот продукт, на который дают документ. А когда у нас продукция обезличена, грубо говоря, с этим документом можно говорить все, что угодно. И я бы тогда в данном случае отказался от покупки, чтобы не обморочить какие-либо дальнейшие последствия. И смотрите внешний вид продукции, упаковки, чтобы целостность не была нарушена, чтобы, если мы говорим о каких-то вакуумных продукциях, чтобы не было вздутости, и если это без упаковки, естественно, это внешний вид, чтобы это не был незаветренный, определенный запах приятный человеку, да, а не какие-то внешние признаки, которые отталкивают. Это, в принципе, самые, наверное, главные моменты, которые я бы рекомендовал при выборе продукции. Опять же таки, если говорить конкретно, об этом можно нам поговорить в отдельной теме и программе вашей. Михаил, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. На этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова